Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы русских шашек. Сегодня мы с вами рассмотрим жеребьевочный дебют, так называемая летающая шашка. Шашка белых C1 летит на поле H6, а шашка черных H6 летит на поле C5. Данная жеребьевка применяется в чемпионатах России, Европы и мира. Поэтому данное видео будет, конечно, интересно в первую очередь профессионалам. Ну и, я думаю, крепким любителям тоже будет интересно. Ну, что можно сказать о позиции белых? Во-первых, у белых ослаблено дамочное поле C1. То есть, это сразу же говорит о том, что у черных преимущество. Кроме того, белые, по сути, сделали шашкой C1 сразу 5 ходов. То есть, D2, E3, F4, G5, H6. То есть, шашка с первой горизонтали белых переместилась на шестую горизонталь. А у черных, наоборот, с шестой горизонтали на пятую. Это говорит о серьезном темповом преимуществе белых. А как известно, в гамбитных позициях, которые могут возникнуть в данном дебюте, лучше, конечно, иметь запас темпов. То есть, позиция черных гораздо лучше, чем белых. В случае возникновения гамбитных позиций, у белых будут серьезные проблемы. Данный дебют, конечно, кажется страшным за белых. Но, тем не менее, в некоторых случаях у них, возможно, контр-игра. И вот как раз об этой контр-игре мы сегодня поговорим. Видео разделю на две части. Сегодня первую часть, а завтра вторую часть выложу. Возможно, даже и сегодня выложу. Но первый ход за белых очевиден. Надо играть Cb4. В этой позиции, конечно, черным лучше всего играть Be5 на борт. То есть, разбивать фланг белых и дальше, и продолжать его атаковать. В этом продолжении черный имеет преимущество. И мы рассмотрим данное продолжение во второй части видео. А в первой части видео мы рассмотрим ход Fe5. Вот данное продолжение является уже, я считаю, ошибкой. То есть, черные имели преимущество большое. А ход Fe5, по сути, нивелирует это преимущество черных. И позиция становится равной. Белым надо точно сыграть Be5. То есть, белые увели шашку на фланг. Б4. И теперь заставляют черных либо меняться на d4. Уже с равной позиции. Либо, если черные, допустим, играют gf6. Потом hg7. Или сразу же даже e d4. То здесь у черных уже возникают проблемы. Ну, давайте рассмотрим, допустим, ход gf6. Как играть белым? gf4. Если, допустим, черные играют hg7 здесь, то уже здесь проигрыш у черных. То есть, играем hg3. Ну, и как играть черным? Допустим, e d4. Тогда уже gf4. Fe5, fg5. Грозим сыграть за белых gf6. Либо закрываться, либо играть ef4. Ну, если, допустим, закрываются черные, то белые играют gh2. Здесь остается играть либо ef4. Ну, тогда белые проводят ударчик. Играют dc3. Отдают две шашки и забирают три. Вот такой симпатичный ударчик с победой, конечно же. А если черные, допустим, в этой позиции играют ef4 вместо gf6. Ну, также gh2 ждем. И черные здесь вынуждены опять играть gf6. Потому что ход d5 невозможен. Из-за gf6 и белые проходят в дамки. А если черные, допустим... Допустим, еще раз. Черные пошли сюда. Белые gh2. Если черные, допустим, играют gf6. Ну, этот вариант мы уже видели. Отдали две, забрали три. Как еще можно было сыграть черным? Ну, можно было сыграть после fg5 gf6. И после gh2 можно было пожертвовать шашку. Как здесь играть белым? Можно, конечно, и на b4 побить. Но я предпочитаю здесь бить на d4. То есть, разменялись. Если черные играют fe5, мы уже размениваемся на f4. Здесь проблем с реализацией не должно возникнуть. То есть, три шашки белых держат шесть шашек черных. Пирожок. Ну, и после размена ef6 там все ясно. Так, если же черные размениваются на d4, ну, можно сыграть ed2, допустим, de5. Ну, и здесь можно назад, наверное, проще всего разменяться. Я думаю, здесь тоже проблем с реализацией лишней шашки не должно возникнуть серьезных. То есть, после g7, друзья, уже, по сути, эта позиция проигранная. То есть, потом ed4 вынуждены черные пойти. Поэтому здесь играть так бесполезно. Ну, давайте еще рассмотрим ход, допустим, cd4. Не hg7, а cd4. Так. Ну, после этого хода еще черные, так скажем, могут уравнять позицию. А вот если до этого они сыграли hg7, еще один вариант не рассмотрели, а потом cd4. Здесь позиция проигранная за черных также. То есть, белые ходят точно dc3. Ну, теперь как играть? cb6 нельзя играть из-за банального gf4, и белые остаются с двумя лишними шашками. Как играть? Ну, допустим, dc5. Если dc5, тогда уже белые играют ed2. То есть, пошло окружение. Допустим, cd6. gh2, bc7, cb4. Поменялись. Только вперед могут бить черные. Белые нападают b5. Надо жертвовать dc3. Больше некуда ходить. Белые бьют аккуратно на b4. На d4 наиграть. Ну, тут все, форсаж идет. То есть, разменялись. Белые меняются. Допустим, также на c1. И здесь проблем с реализацией возникнуть не должно у белых. Шашка лишняя. Здоровая лишняя шашка. То есть, а если в этой позиции, допустим, играть не dc5, а ab6, то уже какой возможен вариант? Тогда белые играют ed2. bc5, gh2. И то есть, после cb6, вот тут интересный вариант, мини-ударчик за белых. Довольно-таки симпатичный. Интересный, так скажем, необычный вариант. Белая игра gf4. Единственный ход на выигрыш. И после размена, то есть, отдали 2, побили 3. Шашка лишняя. Черные вынуждены бить на b4, потому что на c3 нельзя бить. Белые еще побьют дамку и шашку. Побили. Ну, и здесь возможен следующий вариант. То есть, во многих вариантах тут возможно сопротивление со стороны черных. И можно выпустить выигрыш. Самый лучший и надежный вариант, я считаю, за белых такой будет. То есть, bc7, допустим. hg3, cd6, cb4, fe5, bc3. gf6, ab2. То есть, построили кулак. cd4. Ну, здесь хочется сыграть, конечно, gf6. Ой, gf4. И еще одну шашку выиграть после удара на g7 или c7. Ну, в данном случае там возможны еще какие-то попытки защитить позицию черных. Ну, проще всего здесь сыграть b5, dc5. Напали, закрылись. Белые разменялись назад. То есть, все форсировано тут. Никуда черным не отвернуть. fe5, fg3. Поставили ржом черные, но это им не приносит никакой пользы. bc3, cd4 и белые пошли в дамки. То есть, никаких тут прорывов нет. Все просто. Какие еще возможны были варианты за черных? По-моему, уже тут все рассмотрели. То есть, в принципе, тут все ясно. После hg7 уже ничьей, похоже, нет за черных. Но, тем не менее, вместо хода hg7 черные могли разменяться. cd4. Вот здесь черные еще могут уравнять позицию. Давайте рассмотрим варианты. fg3, hg7. Лучше всего играть за черных. Ну, то есть, ход ab6 невозможен. Из-за банального hg5. Две отдали, три забрали. То есть, fg3, hg7. Разменялись назад. Теперь, допустим, dc5, hg3. Ну, и здесь два варианта возможны. После cb6 идет окружение сильнейшей позиции черных. То есть, белый играет gs4. И там много вариантов есть подвязки центра черных. То есть, он здесь плохой центр. Я не буду рассматривать. Так скажем, додумывайте сами. Но, тем не менее, преимущество здесь серьезное за белых. Идет окружение. А вот если черные играют в этой позиции, так, не cb6, а cd6, то здесь уже можно показать, так скажем, ничейные варианты. Здесь все уже более-менее сходится. gh4, bc7, dc3 напали, ab6. Черные меняются в центре. Ну, позиция тоже все равно за черных такая довольно-таки страшная. Шашка на b6 застряла, отсталая. Но, тем не менее, все успевает рассосаться. Давайте посмотрим. Белый играет bc3, меняется вперед. Ну, пытается зафиксировать шашку b6. То есть, угрожает сыграть b4, d5 играть надо. Теперь, если белый играет cb4, то черные уже играют cb6 с развязкой. Ну, допустим. То есть, тут уже ничейная позиция. Тут никаких преимуществ у белых нет. А если белый играет fe3, то здесь еще надо черным точно сыграть. То есть, черные меняются на b6 именно вперед. Белый играет f2, грозят сыграть ed4. И здесь спасает только жертва. Ну, жертва довольно-таки шаблонная. То есть, видна одна. То есть, отдали, сыграли b5. Грозим сыграть cb4. Белые, допустим, разменялись cd4. Ну, и здесь можно сразу же dc5 разменяться. Можно gf6. Также, то есть, если белые размениваются, dc5, черные выиграют fe5. Потом ef6 сыграют, шашку отыграют, позиция ничейная. То есть, если, допустим... Так. Что такое? Зависло. Если, допустим, черные там по-другому как-то играют... Ну, допустим, еще раз рассмотрим этот вариант. То есть, меняются сразу же fg3, hg7. Поменялись. Назад. dc5, hg3. И здесь лучше играть cd6. gh4, bc7. Напали. ab6, чтобы связки не было. Побили. Разменялись на c3. d5, fe3. И поменялись вперед. Именно. То есть, размен назад там уже плохо. То есть, ну, допустим, назад. Тогда уже ef2. Ну, и после, допустим, gf6 как-нибудь. Да. Тут уже есть ход hg5. Стандартный размен. Ну, и после него... Тут позиция черных, конечно, очень плохая. Компьютер показывает выигрыш за белых. То есть, меняться в данной позиции надо будет только вперед. А вот здесь ничья уже за черных есть. То есть, пожертвовали шашку. Просится. После b5 надо меняться белым. gf6. Ну, здесь можно и gf2, допустим. Тогда уже черные могут и ab4 прорваться. Ну, и dc5. Тут ничья довольно-таки простая уже, очевидная. Вот, друзья. Это первая часть видео. Сегодня попытаюсь еще вторую часть записать. Уже, так скажем, более интересные варианты. То есть, здесь надо после cb4, конечно, играть b5 черным. А после... После хода fe5 за черных, здесь, конечно, у белых есть контр-игра достаточно. Идет окружение центра. И во многих вариантах белые даже побеждают. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Сегодня попытаюсь, еще раз говорю, записать вторую часть данного дебюта. Так что я не прощаюсь.